здравствуйте с вами николай пивненко проекте дата на календаре 8 января прежде всего спешу сообщить что сегодня день детского кино этот праздник учрежден в 1998 году правительством москвы по инициативе московского детского фонда связи со столетием первого показа кино для детей в москве в конце 1890-х годов центре столицы в нынешнем гуми а в то время бывших верхних торговых рядах открывается первый стационарный электрический театр 8 января днем проходит первый россии показ программы для детей после чего начинается регулярно демонстрация фильмов для этой самой благодарны честной искренней категории зрителей дореволюционной россии петербурге москве и других городах иногда устраивались киносеансы для детей на которых демонстрировались экранизацию русских народных сказок классическая литература и первые русские мультипликационные фильмы да нет уже были более сотни лет отделяет этот момент от выхода на экраны первых детских лент которые были сняты уже в россии одним из первых отечественных фильмов был дедушка мороз 1910 году а в одиннадцатом вышла царевна лягушка но все как полагается 1902 год рождается георгий маленков советский государственный партийный и общественный как тогда говорили деятель человек который даже успел быть самым главным человеком в стране но никита сергеевич хрущев нашел в себе силы стать одним и единственным лидером советского союза после смерти иосифа виссарионовича сталина 1910 год рождается великая русская балерина педагог народная артистка ссср дважды герой социалистического труда галина уланова она была и остается самой титулованной балериной за всю историю отечественного балета и кстати успела подготовить огромное количество очень талантливых учеников продолжатели и великого дела 1980 год речь уже идет о событии председатель президиума верховного совета ссср леонид брежнев подписывает указ о лишении сахарова академика сахарова государственных наград ссср дело в том что у него были три звезды героя а также лишали его всех имеющихся государственных наград связи с систематическим совершением действий порочащих его как награжденного и принимая во внимание многочисленные предложения советской общественности академик узнал об этом указе только через две недели но потом времена горбачева конечно же у академика сахарова была возможность высказать все что он думал о том чем пришлось ему заниматься до того как лишили его всех государственных наград и сегодня отношению к нему неоднозначно но мы не можем не сказать что это гениальный сын россии сегодня народный праздник бабе каши в этот день празднуют собор пресвятой богородицы этот церковный праздник посвящен матери иисуса пресвятой деве марии первое официальное название прошло 681 году собором его назвали потому что в этот день почитаются и другие святые близкие богородицы иисусу христу их много ну а происхождение народного праздника бабе каши связано с почитанием богинь матерей в этот день на руси чествовали повивальных бабок и рожениц эти два праздника объединены в один приметы и поверья на которые стоит обратить внимание кружит вьюга стоит морозная погода примета холодного ненастного лета каша пригорела во время приготовления к частым снегопадом если в этот день взять в руки снег и он прилипнет к ним скоро наступит тепло ну а бабок прозвали повитухами так как они должны были спеленать новорожденного свить его таким образом чтобы он не выбрался из пеленок и не был стесненным движениях к оказанию помощи при родах допускались не все только те кто достиг уже не молодого возраста это же являлся матерью ну то есть опытный была женщина лишь при выполнении этих условий и наличии умелых рук женщина могла стать повитухой ну и последняя в этот день в 1935 году родился американский певец и актер элвис пресли судьба у него была безусловно фантастическая его по праву называют королем рок-н-ролла и сегодня он продолжает зарабатывать деньги ну судите сами в целом в мире продано более одного миллиарда экземпляров пластинок включая новейшие издания с ранее не издававшимися записями пресли лауре от 3 премии грэмми один из первых музыкантов который был включен в зал славы рок-н-ролла помню как мой отец обожал этого исполнителя а когда я подрос показал мне знаменитую музыку на костях что это такое это когда народные мельцы делали эдакие гибкие пластинки на рентгеновских снимках потому что пресли купить советском магазине было невозможно дабы не растлевать музыкой загнивающего запада веселых радостных советских людей а нет все равно слушали как говорится хорошая пробьет себе дорогу везде даже с помощью рентгена а может быть даже лучше с вами был николай пивненко в проекте дата а